Поздравляю вас с днём рождения. Желаю вам самого всего, самого великодушного. Поздравление с 97-м днём рождения принимает ветеран Великой Отечественной войны Андрей Иванович Хлебников. В его честь звучат слова поздравления и благодарности. В Доме ветерана, темиртауские депутаты, представители городского совета ветеранов и воинской части 555-24, в которой Андрей Иванович Хлебников считается подшефным. Уважаемый Андрей Иванович, наш ветеран Великой Отечественной войны, от всей души вас поздравляем с днём рождения. Пожелаем вам крепкого богатырского здоровья, чтобы мы вот этот 9 мая встретили День Победы, 70-летие Великой Отечественной войны. Обладатель Ордена Отечественной войны первой степени Андрей Иванович Хлебников был призван в армию в 19 лет. Сначала участвовал в советско-финской войне, служил шофером в 167-м артиллерийском полку в Ленинградской области. Нам даже надо было уже демобилизоваться, нас оставили. Думали, в чем дело, нам бы не объявили, что немцы начинают. Позже выяснилось, что демобилизации не будет, началась Великая Отечественная война. И в первом же бою под Старой Руссой Хлебников получил первое ранение. После лечения в госпитале его направили на Кавказ, где он и встретил победу. В общей сложности отдал службе в армии 7 лет. Принимал участие в строительстве военно-стратегического объекта моста через реку Кура. Мой отец очень мало рассказывает о войне. Для него это очень тяжелые воспоминания. Он с трудом вообще об этом всегда говорит. Он всегда говорит, что не дай бог пережить такую войну. Он войне посвятил, отдал 7 лет. Для него это очень тяжело. В Темиртау Андрей Иванович с 1948 года. Говорит, в наш город приехал не случайно. Здесь строили завод и требовались люди. Хлебников владел тремя рабочими специальностями. На Первомайской автобазе отработал 30 лет. Работал и токарем, и слесарем, и шофером. В Темиртау у него появилась семья. Родилось пятеро детей. Сегодня он живет с младшей дочерью Светланой, с которой встречает многочисленных гостей. Анна Калинина, Дмитрий Поленов. Новости Темиртау. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова